Создавший нас Господи, помилуй нас. Бесчиславный загрешили Господи, прости и помилуй нас грешно и благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитва ради Пречистой Твоей Матери, Преподобных и Богоносных Отцов Наших Всех Святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, Весминополняющий, Источник благ и Податель жизни, Приди вселиственное, очистеное, от всякие скверные, спаси блажа души и наша. Святый Боже, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий и Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наше. Владыка, прости беззаконие наше. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, но и неприсно, и в веки веков. Аминь. Отче наш, Ижеиси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, кана небесей на земле, и хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день, и остави нам долги наши, окажем остальным должником нашим, и не веди на свои искушения, но и избави нас от лукавого, ибо Твое Царство и Сила и Слава во веки. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, но и неприсно, и в веки веков. Аминь. Придите, поклонимся, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и приподнем Христу, Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и приподнем Самому Христу, Цареве и Богу нашему. Деяния святых апостолов, 1 глава. Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от отца, о чем вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Поэтому они, собравшись, спрашивали его, говоря, не в это ли время, Господи, восстанавливаешь ты царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти. Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли. Сказав это, он поднялся в глазах их, и облако взяло его из виду. И когда они смотрели на небо во время восхождения его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? «Се Иисус, воздействийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели его восходящим на небо». Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемой Леон, которая находится близ Иерусалима на расстоянии субботнего пути, и придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр и Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Яков Алфеев и Симон Зилот, и Иуда, брат Якова. Все они единодушно пребывали в молитве с некоторыми женщинами и Марией, Матерью Иисуса, и с братьями его. И в те дни Петр, став посреди учеников, сказал, было же собрание человека около 120, «Мужи-братья надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения этого, но приобрел землю неправедной, мздой, и когда не зринулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известным всем жителям Иерусалима. Так что земля-то на отечественном их наречии названа Атилдама, то есть земля крови. В книге же Псалмов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его допримет другой. Итак, надо было, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и общался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Иоанна до того дня, в который он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих Иосифа, называемого Пасавой, который прозван Иустом, и Матфея. И помолились, и сказали, Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи из этих двоих одного, которого Ты избрал, принять жребие этого служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они к жребии, и выпал к жребию Матфею, и он сопричислен к одиннадцати апостолам. Иди, читай. Можешь исправить со штативом? Ага. Держи. Не надо, да? Не хочешь, не надо. Плова вторая. При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им вещать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел смятение, ибо каждый слышал их, говорящих его наречия. И все изумлялись и делились, говоря между собой, эти говорящие не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились парфяне и медийцы, и еламиты, и жители Месопотамии, иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фриги и Помфилии, Египта, и частей Ливии, примыкающих к Керенее, и пришедшие из Рима иудеи и празелиты? Критяне и аравитяне слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих, и изумлялись все, и, недоумевая, говорили друг другу, что это значит. А ины, насмехаясь, говорили, а они напились сладкого вина. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им, мужи иудейские, и все живущие в Иерусалиме, это да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это предсказанное пророком Иоилем, и будет в последние дни, говорит Бог, и зальет духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемы будут, и на рабов моих, и на рабы моих в те дни зальет духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господа, великий и славный, и будет, всякий, кто призовет имя Господа, спасется, мы же израильские, выслушайте слова эти, Иисуса Назарея, мужа, засвидетельствована вам от Бога, силами и чудесами, и знамениями, которые Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете, всего по определенному совету и предвидению Божьему преданного вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили, но Бог воскресил его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать его, ибо Давид говорит о нем, видел я перед собой у Господа всегда, ибо Он одеснуй меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя будет упокоиться в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аду, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнишь меня радостью пред лицом твоим. Мужи, братья, да будет позволено с терзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвой обещал ему от плода чресло дегово сдвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его. Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа его в аду, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он был вознесен десницей Божией, и принял от Отца обетование Святого Духа и злил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, «Восядь и деснуй меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог сделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, «Что нам делать, мужи и братья? Петр же сказал им, «Покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш». И другими многими словами Он свидетельствовал и увещевал, говоря, «Спасайтесь от рода этого развращенного». Итак, охотно принявшие Слово Его крестились и присоединились в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви.